Моя сестра зовут Надя, ее полное имя Надежда. Но сейчас я понимаю саму суть этого слова «надежда» моей сестры, потому что она действительно человек, который всегда надеется на лучшее. Занимаемся разными делами, я учитель, она маркетолог. Вообще я продаголик. Я люблю работать, потому что я знаю, что в этот момент я расту и развиваюсь. И моя сестра очень много работает, у нее есть три работы. Иногда у нее появляется такое желание, чтобы я заменила ее. Один раз я сделала это, я сделала эту услугу для нее, но ее босс сказала, что «слушай, ты не Надя, ты на ней подходишь». Это было ужасно, извини. И я действительно поняла, что мы абсолютно разные. Моя сестра, ее зовут Люба, это означает полностью любовь. Если увидеть ее, если увидеть, как она живет, если увидеть, что она делает каждый день, просто можно понять, почему ее назвали Любой. Самый большой. Где? А кто у нас здесь самый опасный хищник? Папа. Быть с детьми, она может круглые сутки общаться с ними, разговаривать, придумывать разные игры. И она не устает никогда от этого. Мы очень разные по характеру, но мы очень близкие по пониманию жизни. Когда мы общаемся с нашими общими друзьями, они часто замечают, что у нас как будто бы одни мысли. И то же самое для любого другого человека. Не обязательно быть близнецом. Но я знаю, что в России не так много людей, у которых много братьев и сестер. Но есть самый главный брат, который как близнец для нас. Это Иисус Христос. Потому что он так же чувствует, как мы чувствуем. Сейчас лето, и мы очень любим гулять на Красной площади. Мы любим гулять по разным местам Москвы. И на самом деле, одно из очень интересных моментов, это когда наши друзья узнают о том, что мы члены церкви Иисуса Христа в своих последних дней. Они сначала говорят, что? Что это? Что вообще это такое? Это секта? Или это что-то еще? И это всегда очень интересно, потому что они видят, что мы нормальные люди, что мы обычные, что у нас все хорошо, и что даже от нас идет что-то хорошее. Но каждый индивидуален. У кого-то столько вежливости, но столько любви. У кого-то столько доброты и столько терпения. У кого-то столько воображения и столько позитива. Но это то, кем человек является. Меня зовут Люба Кошлева. Меня зовут Надя Кошлева. Я учитель. Я близнец. Я люблю детей. Я другой голик. Я Мармон. Я Мармон тоже. Я июня. Я июня. Продолжение следует...